Добрый день, коллеги! Я рада приветствовать всех заинтересованных зрителей и журналистов, которые в онлайн-формате смотрят наш сегодняшний брифинг на сайте пресс-центра Медиагруппы «Россия сегодня». Сегодня на площадке пресс-центра Медиагруппы «Россия сегодня» председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, декан факультета Государственного управления МГУ имени Ломоносова, председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Алексеевич Никонов. Вячеслав Алексеевич, спасибо, что нашли время и возможность к нам сегодня присоединиться. И сегодня нам будут представлены новые книги Вячеслава Алексеевича, которые вышли в период пандемии. Это четыре книги. Вячеслав Алексеевич, пожалуйста, представьте, вот они все рядом с вами. Спасибо большое и большая благодарность РИА Новости за возможность, и России сегодня, за возможность представить те книжки, которые вышли за период пандемии. Я презентовал последний раз здесь книжку в присутствии большого количества журналистов, и, как выяснилось, это была последняя презентация и вообще последняя пресс-конференция с журналистами в этих стенах. Началась пандемия. Книга называлась «Код цивилизации». К сожалению, я не смог его даже презентовать в Московском государственном университете, где собирался, потому что пришлось объявлять дистанционное образование. И у меня уже к тому времени было в работе, в печати, в написании, в мыслях ещё несколько книг, которые должны были выйти, которые я тоже надеялся презентовать. Но, к сожалению, эти книги выходили тогда, когда даже не работали книжные магазины, выходили, в общем, достаточно продуманно к тем датам, которые в противном случае были бы достаточно яркими датами и событиями в нашей истории. Но и вот эта историческая повестка, она тоже в какой-то степени оказалась смазана, хотя это был год и есть ещё год 75-летия Победы Великой, Великой Отечественной войне. И в апреле было 150-летие Ленина, событие, которое я тоже готовился встретить своей книгой. Ленин – человек, который изменил всё. Эта книжка вышла действительно 22 апреля, 150-летию человека, который изменил всё. По степени воздействия на процессы в мире, на историю нашей страны, Ленин был абсолютно непревзойдён никем из наших соотечественников. Мы не сможем назвать ни одного из наших соотечественников, который бы так повлиял на ход событий в мире. Сталин был уже только его учеником и продолжателем дела. Ленин – это человек, который до сих пор не превзойдён по количеству и по тиражу тех работ, которые изданы были на рекордном количестве языков народов мира. Ленин создал альтернативную модель развития, он создал коммунистическое движение. Все компартии, которые существуют в современном мире, включая правящие, это во многом плоды его творений. Имя Ленина носит до сих пор рекордное количество улиц на территории нашей страны, близко даже никто не подходит. И Ленин – это человек, чьи взгляды до сих пор разделяются огромным количеством людей не только в нашей стране, но и во всём мире. С другой стороны, это действительно человек, который сломал парадигму нашего общественного развития. И самое главное, что сделал Ленин, и в чём он изменил всё, он отказался от тех основ, на которых зиждилось человеческое общество на протяжении даже не столетий, а тысячелетий до него. Эти столпы, собственно, были собственностью, частная собственностью. На этом строилась вся человеческая цивилизация, человеческая жизнь до Ленина. Ленин отменил собственность. Частная собственность исчезла. Ни у кого ничего не стало в 1917 году. Это действительно был удивительный исторический эксперимент, когда действительно у людей не стало ничего. У вас была квартира, у вас был дом, они не ваши. У вас были деньги, у вас их нет. У вас была земля, она не ваша, она социализированная. И не ваше то, что растёт на этой земле, потому что есть необходимость кормить Красную Армию. И, соответственно, продразвёрстка, продналог. Вот это явилось одной из главных причин того, почему огромная часть российского общества всё-таки восстала против большевиков, потому что люди просто были лишены всего, чем они обладали. Второе, на чём базировалась цивилизация до Ленина, была религия. Он создал альтернативную религию. Он отказался от всех традиционных религий и от традиционной морали, которая была записана в религии. Во всех десяти заповедях он их отвергал. Он отверг религию. Он создал коммунизм как альтернативу религии, как таковой. И этим он тоже изменил буквально всё. Ленин также, если говорить о недостатках его деятельности, является рекордсменом в нашей стране по разрушительным последствиям пребывания у власти. За шесть лет пребывания Ленина у власти, реально шесть лет, экономика России сократилась в пять раз, промышленное производство в десять. Таких падений не было, хотя очень сложно измерить, что было в северо-западной Руси после монголо-татарского нашествия, но реально сокращение экономики в пять-десять раз не было никогда ни в годы Первой, ни даже Второй мировой войны. Это книга, которую я постарался сделать объективным, подробно прочтя внимательно все 55 томов Ленина, всё, что о нём написано, и теми людьми, которые с ним виделись когда-то, огромное количество воспоминаний, мемуаров. И всё это биография человека, который изменил всё. Крупнейшая историческая фигура, непревзойдённая по своему разрушительному воздействию на всё, что существовало до него, и на создателя идеологии, которая потом вновь вывела государство, Советский Союз на видирующие позиции в мировой политике. Поэтому фигура, безусловно, заслуживающая внимания. Когда Ленин находился в типографии, я работал над книжкой, которая в итоге получила название «Беспамятство. Кто начал Вторую мировую войну?» Я хотел презентовать её, издать к Дню Победы и перед 75-летием была жесточайшая дискуссия с обвинениями Советского Союза, что именно он начал войну, что он виновил за это кровопролитие, что Гитлер и Сталин одинаково ответственны, как в лучшем случае для нас, за эту войну и так далее. Книга «Беспамятство» отличается от всех книг о начале Второй мировой войны тем, что, как правило, книги о начале Второй мировой войны начинаются с августа 1939 года и заканчиваются годом 1941. У меня книжка заканчивается сентябрём 1939 года. А действительно, почему все считают, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года? А почему? Что произошло такое, что заставило всех считать войну мировой? Что? Германия напала на Польшу. Ну, хорошо. Германия до этого нападала на другие страны. Изменилось только то, что тогда объявили войну Германии, Франции и Великобритании, при этом войну не вступив. Война уже была объявлена мировой. Почему? Потому что, ну, а кому ещё объявлять войну мировой, как ни Англии, ни Франции, великим державам тогда? Вот они сочли её мировой. Хотя Советский Союз ещё не участвовал, Соединённые Штаты не участвовали, весь мир не участвовал. Но мировая, вероятно, потому что Британия уже участвовала в войне, хотя и не стреляла своими колониями, которые распространялись на весь мир. Я же считаю, что Вторая мировая война началась гораздо раньше. И началась она вообще не в Европе. Она началась в Азии с нападения Японии на Китай. Ещё в 1931 году Китай подвергся японскому нападению. И уже к 1933-1934 году Япония контролировала на территории Китая площадь больше, чем территория Польши, в четыре раза. К 1939 году, к 1 сентябрю, потери китайцев в войне с Японией превысили 10 миллионов человек. И это не считалось мировой войной. А война шла, жесточайшая война. Полтора миллиона человек погибло в войне в Испании, где немецкие, итальянские военные поддержали режим Франка, где Советский Союз поддержал законное республиканское правительство. Полтора миллиона человек. Это не считалось никакой мировой войной. Италия напала на Эфиопию. Полмиллиона эфиопов. Действительно, кто их считал? Какая это вообще война? Какая мировая война? В том, что начало войны датируется 1 сентября, есть своего рода расизм определенный. И желание, да, объявить, что это Советский Союз организовал эту войну, потому что перед этим был известный пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией. А если это произошло сразу после, то значит, по причине пакта. Хотя, как я показываю в этой книге, на самом деле Советский Союз был последним из всех европейских стран, кто подписал пакт о ненападении с Германией. Они были практически у всех. И если бы тогда не был подписан нами пакт с Германией, подписывался пакт с Великобританией. И в этом случае уже тогда война была бы на наших рубежах. А тот вопрос, который мы решали для себя, где, собственно, остановятся немецкие войска после того, как они нападут на Польшу? Мы хотели помочь Польше, но нельзя помочь стране, которая отказывается от этой помощи и проводит активную антисоветскую политику. Где остановятся немецкие войска после разгрома Польши? В Варшаве, в Минске, в Москве, в Екатеринбурге, в Свердловске тогда. Этот вопрос стоял. И надо было зафиксировать ту линию, где немецкие войска остановятся, потому что мы не были готовы к тому, чтобы воевать с Германией тогда. А за годы с 1939 по 1941 нам удалось удвоить военное производство и создать условия предпосылки для Великой Победы. Советский Союз не был белым и пушистым, но Советский Союз вёл себя в те годы гораздо более прилично, чем все западные страны, начиная с Версальской конференции, которые разделили мир между собой, а потом создали все предпосылки для того, чтобы эта война началась, а затем сделали всё для того, чтобы направить гитлеровскую агрессию против Советского Союза. Об этом книга Беспамятства. Что касается третьей книги, 28 мгновений весны 1945 года, то изначально это был интернет-проект мой, посвящённый собственно 75-летию Победы. Мысль заключалась в том, чтобы каждый день, день в день, начиная с 12 апреля, давать историю того, что происходило в этот день тогда, 75 лет назад. Причём, ну, давать это не в таком более традиционном для нашей историографии плане, как действия советских войск, это там тоже, естественно, всё есть, но и то, что происходило в этот день в столицах всех держав, участниц войны. Что происходило в Берлине, что происходило в Вашингтоне, что происходило в Лондоне, как шли дипломатические переговоры, какая шла переписка, как начиналась конференция по созданию Организации Объединённых Наций в Сан-Франциско. Бывали дни в истории человечества, когда история спрессовывается, и в течение одного дня может происходить столько, сколько происходит порой в течение года или даже нескольких лет. Так вот, каждый из этих дней, апреля, мая 1945 года вобрал себя, впрессовал такое количество историй, до сих пор играющей колоссальную роль вообще в жизни всей планеты, как ни один другой период вообще в истории человечества. 12 апреля почему? Потому что это был действительно тот день, который переломил во многом ход истории и показал роль личности в ней. Умер Рузвельт, Франклин де Лану Рузвельт, который являлся во многом творцом союзнических отношений в годы Второй мировой войны, цементирующим звеном вот этой большой тройки, человек, который и в будущем, после окончания войны, видел перспективы разметия мира в сотрудничестве, как он тогда говорил, четырех полицейских Соединенных Штатов Америки, Советского Союза, Великобритании и Китая. Он видел такую возможность, и это была его идея, которая лежала в основе Объединенных Наций, Совета Безопасности. Рузвельт представлял ту часть американской элиты, которая была заинтересована в продолжении сотрудничества с Советским Союзом. Он умер. Президентом стал Трумэн, и первое же его послание Сталину было не благодарю за поздравление в связи с избранием президента, вернее, с тем, что я стал президентом Соединенных Штатов. Мне не нравится ваша позиция по польскому вопросу. Это была абсолютно другая тональность, которая изменилась моментально, подкреплённая знанием Трумэна о том, что Соединённые Штаты скоро испытают ядерную бомбу. Причём об этом Трумэн узнал, когда уже он стал президентом Соединённых Штатов. Сталин и Молотов были гораздо более информированы, чем вице-президент Соединённых Штатов в отношении американской ядерной программы. Это один из парадоксов истории. Это были действительно дни, когда история прессовалась, когда продолжали гибнуть каждый день десятки тысяч людей, когда Берлин ещё не был взят, когда Гитлер не собирался капитулировать, он ведь и не капитулировал, ожидая чуда, подобного бранденбургскому чуду, когда умерла императрица Елизавета и на престол вступил Пётр III, который был поклонником великого полководца Фридриха. Он ждал этого чуда и думал, что смерть Рузвельта и является этим чудом, после которого тройка развалится, но она развалилась позже. Она развалилась, когда гитлеровская Германия была уже добита. Она развалилась во многом из-за того, что, да, сменилась администрация в Соединённых Штатах, но и из-за позиции Уинстона Черчилля, который в апреле, мае 1945 года уже думал не о том, как разгромить Германию и не о том, как союзничать с СССР. Уже в апреле он говорил о железном занавесе, а уже в мае был разработан план «Немыслимая», который предусматривал войну против Советского Союза, дата начала войны 1 июля 1945 года с помощью немецких войск в Союзе с английскими и американскими. Этот план был разработан, план «Немыслимая», который сейчас хорошо всем известен и который уже в общем-то предвосхитил всё, что произойдёт позже. И во многом в этой книге «28 мгновений весны 1945» есть ответ на вопрос, почему из Второй мировой войны мир перешёл в войну холодную. И эта книга о великой победе, о великом подвиге нашего народа, о победе, которую, к сожалению, никто, кроме нас, понять и ценить просто не в состоянии, потому что ни у кого и никогда в истории человечества не было такой победы. Просто не была. Никто не может привести в своей истории ни одного примера победы над столь грозным врагом человечества ценой таких огромных потерь. У них и близко не было ничего подобного этой победы. Да, были потери и с их стороны, но сейчас коронавирус убил больше американцев, чем американцы потеряли на фронтах Второй мировой войны. Поэтому нам надо защищать нашу победу, добытую огромной кровью, и которая действительно составляет предмет нашей национальной славы, национальной гордости, не только нашей, но и всей нашей страны, потому что в этой великой армии победы были не только белорусы, украинцы, казахи, армяне, грузины, азербайджанцы, узбеки, там были и поляки, там были евреи, это была действительно интернациональная армия Великого Советского Союза и многих стран, которые тогда входили в антигитлеровскую коалицию, и мы об этом помним, как и помним то, что 80% всех немецких дивизий было уничтожено войсками нашей страны. Это мы всё должны помнить. Ну и наконец, российская цивилизация. Российской цивилизации я размышляю уже не первый год. В 2014 году вышла книжка «Толстая моя российская матрица». После этого был тот же самый код цивилизаций, в котором я рассуждал о разных цивилизациях, цивилизационных отличиях, в том числе и о отличиях российской цивилизации. А поводом стали, пожалуй, отправной точкой, и почему я решил всё-таки сделать такую книгу, стали два события, одно и другое вам хорошо известно. Первое – это подготовка поправок в Конституцию Российской Федерации. Я был член рабочей группы по подготовке конституционных поправок и был, собственно, автором поправок в Конституцию, связанные с исторической памятью нашей, с защитой её, с необходимостью уважать наши традиции. Это был хороший повод вообще задуматься о нашем естестве, о нашей сущности, о том, что мы из себя представляем, и задуматься в очередной раз о цивилизационной природе, потому что второе событие. Владимир Владимирович Путин как раз в весенние дни этого года дважды возвращался к теме о российской цивилизации. Последний раз во время открытия величественного мемориала в Аржеве, когда он говорил о российской цивилизации, которая внесла большой вклад в развитие всей мировой цивилизации. Вопрос на самом деле достаточно неоднозначный и плохо воспринимаемый ещё в нашей стране, потому что мы постоянно стремились себя оценить в категориях «Восток», «Запад», «Кто мы?» «Мы – Восток», «Вы – Запад», «Мы – Евразия», «Азиопа». «Кто мы?» «Куда мы должны идти?» «На Восток», «На Запад?» «К чему мы должны стремиться?» На самом деле ответ, на мой взгляд, достаточно очевиден. России не надо никуда стремиться, но Россия находится там, где она есть. На протяжении уже более чем тысячелетия мы находимся на том месте, где находится Россия. Это действительно великая держава, великая цивилизация, которую можно понять на основе только её самой. Западная цивилизация уже определилась, в том числе и территориально, и ментально, и культурно, если хотите, ещё в X веке. Ещё в X веке. Границы западной цивилизации – это границы распространения католической церкви и франкской знати, которая завоевала Европу и франкские короли, их потомки, потомки от браков их с местными князьями, княжнами и так далее. Восточно-даже европейских землях уже определили, очертили границы западной цивилизации, которые сейчас достаточно хорошо совпадают с западными границами Европейского Союза и НАТО. Когда сейчас кто-то говорит, как на Украине, что они делают цивилизационный выбор, они говорят какую-то, на мой взгляд, странную вещь, потому что цивилизационный выбор за нас, с ними, поскольку мы были тогда явно единой страной цивилизации, сделал уже Владимир Святой, равнопостольный князь Киевский, который сделал выбор в пользу христианства, причём христианства православного из Византии. И в этих условиях естественно говорить о том, что нами сделан когда-то был неправильный цивилизационный выбор просто нельзя, хотя бы потому, что в тот момент, когда этот выбор делался, город Константинополь был столицей мира. Там жило более полумиллиона человек, и византийская культура, если и была с кем-то сравнима в тот момент, то только с великой китайской культурой, но она была на порядке выше того, что в тот момент было в Европе, потому что в Европе тогда было в общем-то в основном сельское население, а в городе Риме, который оставался центром католицизма, население не превышало 20 тысяч человек, из которых практически никто не знал, что это там за развалины в этом некогда великом городе. И выбор между Константинополем и Римом был сродни, как сказал в своё время академик Карпов, лучший наш специалист по медиевистике и декан исторического факультета МГУ на протяжении многих лет. Этот выбор был сравним с выбором между Парижем и Бонтустаном в сегодняшнем дне. Поэтому наш выбор был абсолютно безупречен. Это был выбор в пользу высокой культуры, культуры Византии, от которой мы получили и язык письменный, и священное писание, предание и так далее. Поэтому говорить о том, что выбор наш был неправильный, ни в коем случае нельзя. И мы не Восток, и мы не Запад, мы Россия. Мы самодостаточны в значительной степени. Мы внесли колоссальный вклад в развитие мировой цивилизации. Какой бы аспект мы ни взяли. Химия – это Менделеев. Великая литература – это Толстой и Достоевский. Великая музыка – это Чайковский, Рахманинов. Музыка 20 века – это Проховьев, Шостакович. Если мы говорим о театре – это Станиславский, драма, Чехов. Это во всем мире Таниславский и Чехов. Радио изобрел Попов, Зворыкин телевидение, Космос, Королёв, атомные электростанции, Курчатов, лазеры, Прохоров, сотовая связь, Жарес Альфёров, Нобелевский лауреат и ушедший из жизни мой коллега по Государственной Думе. А что ещё-то остаётся? Мы, к сожалению, не ценим своего прошлого, своего настоящего. У нас есть определённый комплекс самоуничижения в нашей стране, от которого надо, безусловно, избавляться. И книжка «Российская цивилизация» она об этом. О том, что нам надо избавляться от комплексов самоуничижения. Мы – суверенный центр силы, одна из немногих суверенных великих держав современного мира, которые способны влиять на ход мировых процессов. И мы точно лучше других знаем, как нам обустраивать свою жизнь. И делать это надо исключительно на основе собственной матрицы. Понимание того, как может развиваться наше общество на основе собственной модели. Потому что, если бы наша модель была неправильной, мы бы не стали самой крупной страной на планете Земля, пятой в мире экономикой и страной с исключительной обороноспособностью, чья армия, может быть, и не является первой в мире, но точно не вторая. Поэтому нам надо лучше себя знать, лучше себя понимать, не предаваться унынию даже в период пандемии, а продолжать действовать, и в том числе писать книжки. Потому что я считаю, что если что-то и полезного было в пандемии, то это, конечно, не дистанционное образование, противником которого я тоже являюсь как преподаватель. Уверяю вас, преподавать дистанционно гораздо хуже, в аудитории. Но ясно, что когда ты работаешь дистанционно и тратишь меньше времени на перемещение и совещание, то появляется немножко больше времени для того, чтобы подумать, собрать эти мысли вместе. обработать те мысли, которые не было времени обработать раньше, покопаться в этой словесной руде, о которой в своё время говорил Маяковский, а выбрать оттуда те слова, которые лягут в книге. Я считаю, что книга – это важно, хотя все уже говорят, что книга – это что-то такое из прошлого века. На мой взгляд, книга пережила все века и много веков предрекали разного рода трудности, но она пережила всё время, и я считаю, что книги очень важны. Во всяком случае, в книгах, в отличие от того, что мы порой читаем в интернете, мусора гораздо меньше бывает, чем просто в мировой паутине. Поэтому читайте книги, я со своей стороны тоже буду продолжать размышлять над судьбами нашей страны. За этим можно следить, за моими интернет-проектами, которые продолжаются на сайте фонда «Русский мир» и которые будут продолжаться, безусловно, если Бог позволит. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Алексеевич. Давайте перейдём к вопросам. Часть вопросов пришли к нам заранее. Вот, кстати, вы сказали о том, что будете продолжать писать. Один из наших зрителей интересуется, о чём, собственно, будет ваша следующая книга, и делает такой тонкий намёк не о итогах президента Трампа. Случайно не планируете ли вы представить анализ его правления в новой книге и просит также дать вашу оценку ситуации в республиканской партии по итогам президентства Трампа. Спасибо большое. Но вы, наверное, как-то читаете мои мысли уже на расстоянии. Я думал написать книгу про Трампа и даже начал её писать. Но потом я, кстати, собирался после Ленина написать Трампа. Тоже такая же величина мощная в истории. Нет, просто довольно любопытная фигура и актуальная. К тому же в программе «Большая игра» на Первом канале, которую я веду, мы являемся ведущим, там постоянно эти темы мы говорим, поэтому когда ты в теме, в какой-то, естественно, хочется её как-то развить. Но затем всё-таки вот эта проблематика, связанная с Великой Отечественной войной, 75-летие, меня увела от Трампа, и я оставил недописанной эту книгу. Не знаю, буду ли я её дописывать, посмотрим. На самом деле Трамп, я думаю, ещё не отыгранная фигура в американской политике. Он ясно, что будет лидером республиканцев, если останется в живы в ближайшее время. И то, что происходит в Америке, это действительно вещь беспрецедентная, такого раскола внутриполитического Соединённых Штатов со времён гражданской войны не было, и он только усугубляется за счёт того, что одна страна Америки не слушает другую. Причём раскол прошёл по тем линиям, по которым в принципе я не представляю себе возможность компромисса. Раскол идёт по линии религии, по линии морали, однополых браков и так далее, и так далее. Это вопросы, по которым нет компромисса. Это либо да, либо нет. И эта ситуация действительно чревата для Америки очень серьёзным внутриполитическим кризисом, который продлится и дальше. Так что Трамп в этой ситуации он играющий политической фигурой. Я думаю, что он будет почти уверен стремиться стать президентом в 2024 году, если доживёт. Поглядим. Но во всяком случае у меня есть ещё такая вещь, как не делиться особо своими тверческими планами, незаконченными. Поскольку Трамп у меня остался незаконченным, я не уверен, что я его закончу, поэтому поделился. Что касается того, что сейчас выходит. Ну, если кто-то посмотрит интернет-проекты, то осенью шёл мой интернет-проект, он уже закончился, связанный со 190-летием Болдинской осени Пушкина. И это было связано уже с новым моим проектом, посвящённым 800-летию Нижнего Новгорода. Я ведь депутат от Нижнего Новгорода, Нижегородской области. И на будущий год это год 800-летия этого очень важного, серьёзного центра нашей науки, культуры, оборонной промышленности, города трудовой славы. И город великой культуры. Я, в общем-то, начал так нетипично для нижегородских краеведов с темы всё-таки Болдинской осени Пушкина, соединив наше всё и Нижегородскую землю, на которой он на самом деле творил больше, чем где бы то ни было, хотя это всего три осени, но за эти три осени он написал столько что это составляет добрую половину его собрания сочинений. И самые важнейшие его строки были написаны именно там, включая «Любовь к родному пепелищу» и «Любовь к отеческим гробам». Он журнале «Русский мир» это уже вышло, это прошёл интернет-проект, и сейчас я на стадии утверждения обложки книги, которая будет называться «Пушкин Болдинский осенью». В этом ничего тайного и секретного нет. И как раз вчера тоже я утверждал обложку новой книги, которая выходит во Франции. Книжка называется «Молотов. Наше дело правое». Это французское издание моей биографии Вячеслава Михайловича Молотова. Перевод. Моего дела, да, это французский перевод, это французское издание. Что касается других книг, которые ещё находятся в работе, то следуя своим принципам и предрассудкам, я о них говорить не буду. Мы их лучше в следующий раз представим, когда они уже будут опубликованы. Что для Вас является самым важным в истории нашей страны спрашивает Надежда Барвенко? В истории нашей страны мне важно всё абсолютно. Нет ничего, что я считаю неважным в истории России. Все её периоды абсолютно важны. Вот как историка меня интересуют периоды крушений и периоды величия. У нас было четыре крушения за всю нашу историю, когда страна дезинтегрировалась, становилась просто объектом мировой политики, резко падала в системе международных отношений. Это, естественно, монголо-татарское завоевание, это смута начала 17 века, чему был уже посвящён мой интернет-проект, тонкий намёк. На продолжение. возможное. Это, конечно, 17-й год и это 1991. Это те моменты, когда наша страна действительно была на грани, на грани разрушений или разрушалась. Причины таких разрушений, это очень важный, на мой взгляд, вообще аспект нашей истории. Я прихожу к выводу, что главная причина всех наших бед и крушений, это не внешние силы, не внешние завоевания. Нас никто никогда не мог завоевать, кроме монголо-татар. И то по той же причине, которая является главной причиной наших бед, это внутриэлитный раскол. Когда элита консолидирована, добивается одной цели, мы абсолютно непобедимы. Когда происходит вот такой раздрай сверху, жди беды. Вот это главный вывод, который я делаю из книг о крушении. И, конечно, периоды нашего величия, я пишу о войне, для меня очень важна тема космоса, тема, связанная с созданием военно-стратегического паритета между Россией и Соединённых Штатов, наши отношения с Америкой. Вот эти вопросы, я считаю, важными для себя, как для историка. Они, на мой взгляд, очень интересны, но также, как вопросы, связанные с российской цивилизацией, с определением того, что мы есть, как страна, как нация, как народ. Ваши книги посвящены отечественной истории, поэтому логичен вопрос Фейна Чепракова. Насколько оправдана обилие учебников для школы по истории? Ну, сейчас, я считаю, что обилие учебников по истории для школы не существует. Это моё мнение. Было действительно в 90-е годы, в начале 2000-х было гораздо больше учебников. Но в последние годы, ведь что было сделано? Была создана специальная комиссия, которая работала над историко-культурным стандартом. Это реально стандарт преподавания истории. Я тоже был членом этой комиссии, участвовал в её работе. Мы выработали, на мой взгляд, очень взвешенный документ, который лёг в основу для объявления конкурса учебников по отечественной истории. И в итоге были представлены на основании вот этой концепции несколько линеек учебников истории, которые участвовали в этом конкурсе. Были отобраны реально три линейки всего. То есть у нас сейчас три линейки истории, три учебника, если хотите, которые описаны, каждый из которых написан исключительно профессиональными группами историков, которые отвечают историко-культурному стандарту, но которые написаны немножко иначе. Было бы, наверное, странно в XIX веке или в начале XX говорить, вы как будете историю изучать по Ключевскому или по Соловьёву. В конце концов, это и учитель может выбрать, по кому изучать историю из великих историков. Ну и потом, как правило, я, например, когда преподавал даже в школе как практикант, я использовал разные учебники, в том числе и вузовские, да и не только, конечно, учебники, но и вузы, но и монографии. Ясно, что один учебник истории, мы это проходили, это назывался краткий курс истории ВКПБ. Я не уверен, что мы должны возвращаться именно вот к такому пониманию. Да, не должно быть очень много историй России, да, не должно быть антироссийских историй России, они тоже, к сожалению, были в очень большом количестве, у нас действительно было очень много учебников, написанных просто на Гранте Сорос. Это было так, но сейчас этого нет. Поэтому речь идёт о том, что в рамках стандарта есть линейки, каждый учитель, школа может выбрать, каждая из этих линеек, в общем, вполне отвечает историко-культурному стандарту, каждая из них позволяет сдать ЕГЭ в одинаковом степени, поэтому я не думаю, что учебников очень много. Что сейчас может быть с учебниками? Я считаю, что надо больше пытаться интегрировать нашу историю и всеобщую историю. Собственно, это и предусмотрено в последнем стандарте, который был утверждён в этом году Министерством Просвещения. Было специальное заседание коллегии с утверждением этого стандарта, и там как раз прозвучала эта мысль, что история должна быть более всемирной, если хотите. То есть сейчас некоторый разрыв получается между всеобщей историей и историей нашей страны. Соединение этого, я считаю, было бы весьма-весьма перспективным. Вопрос от следующего к коллеге Максим Сосин. Хотели бы Вы, чтобы одна из Ваших книг вошла в школьную программу, а если да, то какая книга? В школьной программе уже есть мой учебник истории для десятого класса, истории с 1914 по 2018 год. Последнее издание вышло в этом году, поэтому да, она представлена в школьной программе. В школьной программе у нас есть книги классиков. А внеклассное историческое чтение? Что касается внеклассного исторического чтения, то российскую цивилизацию я очень советую для старшеклассников. Тем более, что она вышла в издательстве просвещения. Я безусловно выражаю самую большую признательность издательством, которые работали над этими книгами. Вы все обо мне и обо мне, я тоже. На самом деле издательство провели колоссальную работу, это и издательство Эксмо, и издательство просвещения, две книги Эксмо, две книги просвещения. Большое им спасибо за, на мой взгляд, очень грамотную, хорошую редакционную работу, за издание, за то, как это было сделано. Но российскую цивилизацию, я считаю, будет, собственно, любая из этих книг, она доступна старшекласснику. Ну, Ленин, естественно, очень толстый, сейчас старшеклассники такие толстые книги не читают. Ну, тогда вернёмся к книге о Ленине. Вы уже упоминали о том, что вы прочитали все 55 томов Ленина, мемуары, исторические документы. Вот какие открытия удивили вас в ходе работы над этим трудом? Какие-то открытия для себя? Я открыл для себя Ленина, на самом деле. Потому что когда я начинал писать эту книгу, я думал, что я о нём знаю всё. А когда я начал писать книгу, я понял, что я о нём не знаю ничего. И я уверен, что каждый, кто возьмёт на себя нелёгкий труд прочесть вот эту довольно обширную биографию Владимира Ильича Ленина, тот для себя откроет совершенно нового Ленина. Ленина человека, Ленина привычек, Ленина заморочек, Ленина комплексов, Ленина гениальности и Ленина в быту, Ленина в любви, Ленина в руководстве страной, в отношениях с людьми, Ленина в дружбе, у него не было ни одного друга. Это тоже как человек характеризует. он очень сложный, крупный, очень сложный, интересный человек, о котором, как я для себя выяснил, хотя казалось, что знал о Ленине всё, поскольку мы ещё и выросли все с книжек о дедушке Ленине и дальше. И большую часть его трудов так или иначе изучали в разных курсах и в школе, и в университете, но когда ты читаешь это всё, ты понимаешь, что ты не знаешь ничего. Какие-то вещи ты переоцениваешь заново, в каких-то вопросах Ленин падает в твоих глазах. Ну, например, я вновь перечитал материализм и империокритицизм, я понял, что Ленин вообще никакой не философ, это вообще не об этом. Ну, и так далее. И в то же время, например, Ленин, как такой военный стратег, вдохновитель, он тоже для меня открылся с новой стороны после того, как я почитал воспоминания тех собственно военных, которыми с ним имели дело во время гражданской войны и чьи воспоминания потом были запрещены в Советском Союзе, потому что практически все они были репрессированы, эти военные, это была команда Троцкого, которая, собственно, руководила гражданской войной. То есть, он очень оказался талантливым именно вот таким стратегом-вдохновителем, который на нулевом ресурсе сумел всё-таки выдержать эту страшную гражданскую войну. то есть, удивительная историческая фигура, удивительная. На мой взгляд, круче просто нет. То есть, переосмыслив роль Ленина в российской истории, всё-таки он кто? Злой гений? Гениальный реформатор? Кто он? Это крупнейшая историческая фигура, которую каждый должен оценить для себя сам. В том числе прощать о книгу, а может быть, в первую очередь. Ответили с загадкой. Коллеги спрашивают, где можно приобрести ваши книги, будут ли они в электронном виде где-то представлены. Насколько я понимаю, книга 28 мгновений это уже вышедший интернет-проект. Его можно посмотреть, пожалуйста, он существует, тут никаких вопросов нет. Другие книги доступны, но сейчас те, кто ходит в книжные магазины может раздобыть их там, кто нет, не ходит, то есть интернет-магазины, где, естественно, книги все доступны. Правда, они только что вышли, некоторые из них. 28 мгновений, честно вам скажу, в таком виде, в книжном, я первый раз увидел, придя сегодня на эту пресс-конференцию. Есть вопросы от журналистов, которые спрашивают о том, как вы умудряетесь совмещать вашу профессиональную деятельность, работу в Государственной Думе, преподавание, участие в телепрограммах, в день телепрограммы. Когда успеваете писать? Я ничего не успеваю. Я никогда ничего не успеваю. А как никуда не тороплюсь. Я планирую день, исходя и решаю проблемы по мере их поступления. Что касается писания книг, я пишу книги тогда, когда для этого есть возможности. Например, я приспособился писать книги в пробке автомобильной. Я могу это сделать. Естественно, есть выходные, есть вечера. Поэтому сейчас есть чуть больше времени в связи с дистантом. поэтому всегда на всё можно находить время. Ясно, какие-то вещи, если ты руководитель, ты можешь что-то делегировать, и это будет высвобождать какую-то часть твоего времени. Но пишу я, безусловно, только сам, это уже просто вошло в привычку, поскольку пишу уже не первые десятилетия. увы, годы летят, но при этом привычки не сильно меняются. Так что привычка университетского преподавателя, учёного, который пишет книги, она остаётся. Ну, кроме того, понимаете, политическая жизнь, она ведь подбрасывает постоянно какие-то темы, заставляет задумываться над ними. Та же тема войны. Ну, важная тема, 75-летие, об этом все говорят, поэтому хочется об этом тоже что-то сказать, потому что очень много запутано, неправильно написано, сознательно много перевирается и так далее, и так далее. Поэтому время просто надо экономить, А как я планирую своё время, я каждое утро могу вам только одно сказать. Есть вещи неизменные, константы. Когда я утром встаю, я иду в лес и делаю минимум 8 тысяч шагов в надежде за оставшийся день. То есть, видимо, вы рано встаете. Ну, когда бы я не вставал, первое, что я делаю, я иду в лес и действительно делаю там 10 тысяч шагов, если получится, ну, а 8, если время подпирает. Это важно. Это позволяет ещё поддерживать себя в форме. Если не слишком темно и есть снег, то можно это сделать на лыжах. Либо это сделать можно на велосипеде. Ну, а дальше уже надо планировать каждый день, исходя из того, что у тебя есть в этот день. И выкраивать какие-то минуты, часы для любимого дела. Я люблю писать книги. А насколько, как вам кажется, ваши книги будут популярны в странах СНГ, Прибалтики, то есть в бывших советских республиках? Не могу тут ничего сказать. Я могу только предполагать. Книги мои выходят на разных языках. Вот та книжка, которую я презентовал, «Код цивилизации», последняя моя презентация была здесь, в этих стенах, она переведена на английский и скоро выйдет. Книга «Понимать Россию» во многом созвучная. Вот «Российская цивилизация», она уже вышла на французском языке. Как я сказал, книга «Молотов» сейчас тоже выходит во Франции. Книга «Лидерство по-русски» она почему-то заинтересовала арабских издателей, они её издали. Поэтому книги выходят на разных языках. Как это будет восприниматься? Я думаю, как и везде, по-разному будут восприниматься мои книги. Какие-то отзывы вы получаете от русскоязычной аудитории? Всё-таки вы являетесь ещё и представителем правления фонда «Русский мир». От того, что называется «Русским миром», я получаю как правило позитивные отзывы на свои книги. Хотя, знаете, когда вы находитесь в политике, тут невозможно находиться всегда только на позитивной волне. Это просто каждый политик должен быть готов к тому, что всегда то, что он делает, может кому-то не понравиться. Как тема русского мира сегодня воспринимается в ближнем зарубежье? Ну, опять же, оно очень по-разному воспринимается. Где-то она воспринимается нормально, где-то она воспринимается плохо, где-то она вообще не воспринимается. сами знаете, как воспринимается сейчас само словосочетание «Русский мир» на Украине, как понятие негативное. В Прибалтике, конечно, колоссальные проблемы. Последний центр русского мира, который был закрыт, это был совсем ближнее зарубежье, но последний центр, который закрыли нам, это был центр в Кракове, тоже по понятной причине. У нас, понимаете, я бы так сказал, очень хорошо воспринимается деятельность фонда там, где есть потребность в русском языке, с одной стороны, и где элиты не русофобские. в Армении, в Киргизии, в Таджикистане, в Узбекистане. Всё это республики, где достаточно хорошо, позитивно воспринимается работа фонда. Но фонд ведь работает не только в ближнем зарубежье, у нас, так или иначе, охвачены более 100 стран. Более чем в 60 есть центры русского мира. И надо сказать, что, конечно, работать легче не становится, прежде всего, из-за того, как Запад меняет свою политику в отношении России на более жёсткую, мы это на себя ощущаем в полной мере. Но могу вам точно сказать, в подавляющей части земного шара русский язык, русская культура, русский мир воспринимается совершенно нормально. У нас нет имиджевых проблем в подавляющей части стран мира. Ну что ж, спасибо, будем вас отпускать. Вячеслав Алексеевич, обычно мы заканчивали презентацией книг подписанием, но вот сегодня пандемия внесла корректировки в наши обычные презентации, я думаю, что рано или поздно всё-таки Но я, тем не менее, подпишу эти книги Дмитрию Киселёву, который является гостеприимным хозяином этого пресс-центра и которому порой случается читать мои книги. Я думаю, что делает он это с удовольствием, так же, как и мы все. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое. И приходите к нам с новыми книгами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...